Продолжение следует... Эти вещи нельзя распространяться. Никому я не говорил. Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину. Для него был шок полный. Сегодня вечером будет объявлено. Решил, чтобы вы услышали из моих ушей. И все. Больше никто из лидеров государств об этом не знал. Тем более решение это у меня созрело раньше, а много. Ну да. В 2015 году прошло 75-летие. Я для себя решил, что это хватит. Вот это барьер. Ассамблея народа Казахстана созвала группу, которая начала собирать подписи по всему Казахстану, чтобы продлить мои полномочия без выборов. Пожизненно. И тогда по всей стране, несмотря на мои возрождения, были собрано 5 миллионов подписей. Это 65% электората. То есть я уже избран, можно сказать, даже по этим подписям. И тогда пришлось сказать, хорошо, объявим досрочные выборы. Пусть люди выскажут свое мнение. Первые всенародные выборы в 1991 году 98,8% было. А вот последние 15% было 97,8%. Я посмотрел сейчас все выборы. И меньше 80% такое доверие не опускалось. Если кто-то скажет, что все это написано, то пусть подумают, это же не 60%, не 51%. Как можно нарисовать 80-90%? В 2015 году, если вы помните, люди в очереди стояли. Да. Чтобы отдать свои голоса. До слез было приятно, что я все же за всю свою жизнь заработал такое отношение людей. На таком пике уходить надо было доверие. Поэтому, я считаю, так и надо делать. Перед моими глазами было гарантологическое руководство СССР. Я участвовал в похоронах и Брежнева, и Андропова, и Черненко. Это один вопрос. Второй вопрос. Все же есть предел человеческой возможности. Продолжение следует...